итак я напоминаю что мы с вами находимся в недельной главе в евангелии от иоанна 21 глава по сути мы с вами говорили в последний раз что 20 глава закончилась словами йоханана который говорит о том что все сие написано так бы вы уверовали это цель которую преследовал йоханан и она как бы подвела итог но есть еще 21 глава которая некоторыми воспринимается как пролог или может быть по скриптум но вместе с тем она содержит очень важные очень понятные очень нужные истины мы с вами читаем первый стих 21 главе написано после этого и шоа вновь появился перед своими учениками на озере тибериадском вот как это было шиман кефа и тома чуя имя означает близнец были вместе с натаниэлем из канны что в галилее и сыновьями заведея и двумя другом и другими толмидим шиман кефа сказал я иду ловить рыбу они сказали ему мы идем с тобой и они пошли и сели в лодку однако той ночью так ничего и не поймали и так мы с вами видим что ученики возвращаются в галилею возможно мотивом их решение был тот факт что они опасались преследований в иерусалиме но вместе с тем мы должны понимать что поскольку праздник песок уже подошел к концу и впереди оставался праздник шабуот на который тоже каждый правоверный еврей мужчина должен был прийти явиться в иерусалим несмотря на это у них было время между этими двумя праздниками чтобы они могли вернуться к себе домой так или иначе мы видим и здесь нам приведены именно пятерых учеников двоих нет где они были и где были остальные это остается под вопросом ну возможно просто дело в том что они не были галилеянами и поэтому остались и в иерусалиме но вместе с тем мы видим что ученики возвращаются туда в галилею к озеру кинерет возвращается к своей повседневной жизни интересная деталь которая на которую мы обращаем внимание который упоминает апостол в этом в этом тексте что вместе с ними был натаниэль не очень понятно кому он здесь так называет но вместе с тем это интересная деталь разумеется ситуации в которой они оказались они внимательно смотрели на петра который самый старший из них которого все воспринимали как бы старшими над апостолами в отсутствие и шо и когда он сказал вот эти слова которые мы с вами прочитали я иду ловить рыбу несколько из них сказали ему мы идем с тобой и так они вернулись галилею вернулись к своей обычной жизни стали ловить рыбу и писание нам подчеркивает такую деталь что они вышли ловить рыбу и в ту ночь ничего не поймали 4 стих нам говорит когда же только начало светать на берегу появился и шоуа но там меди мне узнали что это он был и сказал им у вас нет рыбы верно да ответили они он сказал им забросьте сеть с правой стороны лодки и поймаете они забросили и поймали столько рыбы что не смогли вытащить сеть в лодку талмид талмид которого любил ешуа сказал кефе услышал что это господь шиман кефа набросил рубашку так как он раздевался перед работой и бросился в воду остальные талмидин были следом в лодке и тянули за собой сеть с рыбой потому что были недалеко от берега метрах в 100 когда ученики уставшие разочарованные возвращались к берегу на берегу их ожидал господь сначала они не узнали машеха и возможно что было недостаточно светло это был ранний рассвет возможно что сам господь закрыл им глаза это неизвестно но апостолы его не узнают но даже сам факт наличие человека на берегу в этот период не совсем урочный не мог не обратить на себя внимание когда господь обращается с ним к ним с вопросом они отвечают что нет мы ничего не поймали тогда еще велел им снова забросить сети что было в общем то совсем нелогично во первых они находятся недалеко от берега нам священное писание дает расстояние что это только 100 метров во вторых они ловили всю ночь и ничего не поймали как опытные люди как рыбаки они понимали что если они ночью ничего не поймали тускай нету ни малейшего шанса что они поймают днем интересно что здесь всплывает очень важная деталь или точнее сказать важная характеристика важная черта человека верующего он всегда готов делать то что от него требует бог когда они узнали его поддавшись порыву кефа шимон одевается потому что неприлично предстать перед господом без одежды и бросается в воду тоже интересная деталь если бы мне сказали что мне нужно лезть в воду я бы скорее наверное сначала разделся а потом полез в воду шимон же понимает что пред господом нужно пристать в одежде и поэтому он одевается и плывет из этого события можно извлечь очень важный урок очень часто в нашей жизни мы делаем то что угодно господу мы делаем что-то по воле его и мы не знаем ожидает нас успех в том или ином деле или не ожидает вас успех мы часто не понимаем к чему господь нас подводит что он пытается в нашей жизни сделать и вот здесь как раз пример такого поведения нередко следуя интуитивно воле божий мы что-то приобретаем я имею ввиду не только вот частности рыбу которую они вытащили а там было очень много рыбы им пришлось тянуть это до берега чтобы вытащить на берег то есть в лодку они поднять это просто не могли так вот очень часто в нашей жизни бог подводит нам нас к тем решением которые мы должны принять по его мнению и нам важно быть чувствительными быть внимательными тому что бог делает интересно что вот эта ситуация с вирусом с карантином в котором мы оказались сподвигла меня например моей жизни каким-то конкретным решением мы давно уже говорили с барухом о том что мы должны вы знаете баруха что мы должны делать сами его уроки сами делать записи его уроков для того чтобы размещать там где он их размещает и бару говорил да в общем хорошая идея и в общем хорошо бы это сделать ну как-то не спешил принимать никаких решений как бы откладывает она потом и вот мы оказались в ситуации когда мы уже не можем он уже не может летать столько чтобы делать эти записи а мы видимо уже после песаха начнем делать эти записи меня с моей стороны тоже господь подводит к чему-то я уже давно собирался начать записывать свои собственные видео уроки и тоже это было непросто я все ждал что вот у нас студия появится с хорошим аппаратурой что мы сможем это делать но на самом деле это для того чтобы это делать не нужны какие-то супер какое-то супер оборудование вот и получается что вот таким образом господь его подвел к своим решением меня подвел к своим решением и для нас как для людей верующих очень важно это понимать видеть и поступать так как того от нас хочет бог не опираясь на собственный жизненный опыт и вот что произошло дальше когда они вышли на берег они увидели 9 стих выйдя на берег они увидели разложены костер и жарящуюся на нем рыбу и хлеб и шо и сказал им принесите немного рыбы которую вы сейчас поймали шиман кефа пошел и вытащил на берег сеть наполненную рыбой там было сто пятьдесят три штуки но несмотря на такое множество рыбы сеть не порвала и шо сказал идите позавтракайте никто из толмидим не осмелился спросить у него кто ты они знали что это господь и шоу подошел взял хлеб и раздал им и также поступил с рыбой так и шоу в третий раз после своего воскресения из мертвых появился перед толмидим интересно что когда они подплыли к берегу рыба машиха уже была текст нам не открывает то ли он поймал то ли он сделал это чудесным образом мы не знаем но вместе с тем мы понимаем что он не нуждался в том чтобы ученики ему что-то принесли он имел имеет это все более того это он заботится о них он говорит вот возьмите рыбу которую вы поймали принесите и будем ее готовить ее кушать безусловно в дальнейшем ученики еще многократно вспоминали это событие текст приводит нам количество рыбы которую привел поймал господь мы признаться не есть несколько версий по поводу того почему именно 153 рыбы было они разные некоторые из них интересные некоторые не очень я не готов углубляться я думаю что прежде всего цифра показывает нам что количество было действительно большого и что если просто сказать большое количество рыбы то это столько большое для кого-то большое 20 для кого-то большое 100 для кого-то большой миллион а тут для людей особенно которые имеют дело с рыбалкой понимают что там если рыбки там даже были там по килограмму каждая то 153 рыбины это 153 килограмма на минуточку даже если по пол килограмма то это 70 с лишним килограмм 75 76 килограмм то есть количество было действительно плохого большое но при этом подчеркивается что сеть которой они вытащили эту рыбу не порвалась почему это так важно потому что когда господь нам дает какое-то поручение он одновременно заботится о том чтобы мы могли это поручение исполнить да вот это еще один важный урок который мы можем извлечь из данного события дело в том что в нашей жизни довольно часто бывает такое что мы видя даже господа или понимая что что-то делает и не узнаем то есть сомневаемся и господь ли это не господь когда в нашей жизни происходят события какие-то мы пытаемся понять мы люди верующие пытаемся понять что это было и далеко не всегда у нас получается сделать правильные выводы и но понимая общие принципы как действует по понимая общие правила которыми бог делает то или иное в этом мире мы таким образом можем учиться разбираться когда действительно что-то делает бог а когда мы просто выдаем желаемое за действительное или еще что-нибудь в этом роде и так когда бог дает нам какое-то поручение как бы неожиданным каким бы странным для нас не казалось это его поручение и он даст и дает все необходимое для исполнение этом поручении это один момент и второй момент он всегда заботиться у нас у него не бывают действий просто так не бывает действий во вредном всегда по всех его действиях во всех его поручениях во всех его событиях который он совершает здесь на земле он заботится о нас. Какой замечательный урок приготовил нам Господь для этого шаббата. Благослови вас Господь. Шаббат шалом. И благополучных неделей. Благослови нас Господь выйти из всей этой ситуации, в которой мы сейчас находимся.